Я чувствую себя беспомощным новорожденным ребенком. Перед которым открывается новый бесконечный мир. Он требует достать новенькую, совершенно чистую, еще пахнущую свежим переплетом небесной канцелярии книгу жизни. С чего начать? Что у меня, или точнее во мне, есть? Ха. Возможность анализировать. И это происходит как бы вне моего тела, и в то же время я себя вижу со стороны. Но это не обязательно так. Иногда я в своей голове, внутри личного пространства, видимо. Да уж, эта неуверенность, она теперь будет мой частый гость в моих мыслях. В моих. Как-то приятно отозвалось в груди, и волна удовлетворения прокатила по расслабленному телу. А что раньше? Тогда. Они были не мои, что ли? Как странно. Я стал очень внимательным, сконцентрированным, погружаемым в детали через раскрывающийся калейдоскоп чувств и неповторимых узоров форм творения. Как же это красиво и бесконечно. Мое тело стало проводником в этот новый мир. Оно всецело вбирает все вокруг, чтобы потом так бережно и трепетно донести до меня все изящество великолепного миротворчества. Как же приятно перетекать. Словно по волна музыки от яркого солнечного пятна вспышки к неминуемому увяданию естественного потока движения фантазии. И снова возрождаясь из короткого мига импульсом, взмывая переливом завихренья неповторимых узоров, отдаляясь в бесконечность. В бесконечность творения. Неужели это происходит со мной? Да. Фантазия. Она самая. Легкая улыбка тронула влажное лицо. Я и не заметил, что хрустальным бисером слезы заполняли каждую выемку, впадинку моего нового лица. Теперь, пожалуй, у меня нет ничего привычного, что по обыкновению составляло суть моей прошлой жизни. Я чувствую, что перешагнул порог той двери, что всегда была рядом, но как-то ускользала, словно наваждение. А может, попросту была расписана талантливым художником, мастерски сливаясь с окружающим пространством. Ослепительный, яркий свет. Локтем правой руки перекрывая неготовыми к такому потоку глаза. Я делаю первые шаги, выставляя вперед с собой левую ладонь на расстоянии вытянутой руки. Сопротивления нет. Его теперь не может быть. Ведь как прозрачность и проникновенность может хоть что-то в себе задержать? Нет плотностей, которые могли бы зацепиться, запылиться, утяжелиться. Видимо, оттого страх стал еле ощутим на задворках ускользающего подсознания. Пожалуй, он стал менее плотным, и связи стали рушиться не в силах боли, причинять и направлять, мотивировать и зажимать, делать нас слабыми, заставлять лгать, стыдиться и предавать. Это так далеко и по-своему красиво, как туман на рассвете отступает под напором ослепительного нежного солнца, лучи жадно растворяют в своей теплоте и заботе останки паутины страха. Нет более ничего. Нет сожаления. Нет утраты. Есть вакуум, пустота и предвкушение. Разделяющая мембрана натянута до предела. Она истончается. В ней нет более смысла, как и нет более смысла в уходящем образе. Образе отжившего бытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова